Обеспечение безопасности жителей Свердловской области в новогодние праздники должно быть организовано на самом высоком уровне. К этой работе необходимо подключить все ответственные структуры и ведомства, обеспечить комплексную безопасность проведением массовых мероприятий, особенно с участием детей, поручил губернатор Евгений Куйвышев в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Среднего Урала. Традиционно последние числа декабря и первая декада января в Свердловской области насыщены праздничными событиями. В этот период проходит свыше 400 новогодних и рождественских мероприятий, в которых принимают участие более миллиона человек. Особенно уделяются такие масштабные мероприятия, как новогодние праздники на площадке Экспо, губернаторская елка в резиденции и поездка детей на Кремлевскую елку. И наша главная задача сегодня обеспечить безопасность проведения праздничных мероприятий во всей области. Все мероприятия с участием детей должны быть четко организованы, маршруты и графики перевозок детских групп на новогодние елки должны быть согласованы и обеспечена транспортная и пожарная безопасность. Губернатор сказал о необходимости усиления антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, в том числе метрополитена, а также важных, потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения. Членам антитеррористической комиссии, а также руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области поручено обеспечить усиление пропускного режима на подведомственные объекты и территории. Сегодня наша задача необходимо сконцентрировать усилия всех органов государственной власти и обеспечить жителям Свердловской области безопасность в период проведения праздничных мероприятий. И все решения комиссии по данному вопросу должны быть выполнены. Я буду следить за этим лично. Следует также учитывать, что новогодние праздники традиционно пожароопасный период. Необходимо усилить работу по обеспечению пожарной безопасности, активно пресекать несанкционированную торговлю пиротехническими изделиями, отметил губернатор. Начальник главного управления МВД по Свердловской области Михаил Бородин доложил, что в регионе подготовлен план мероприятий по обеспечению безопасности. В праздничную декаду к охране общественного порядка будет привлечено максимальное число сотрудников МВД, а также частных охранных предприятий и добровольных дружин. О том, как стражи порядка будут обеспечивать общественный порядок в Новоуральске в период январских каникул, расскажет Анатолий Невзоров, подполковник полиции, заместитель начальника межмуниципального управления Новоуральска. Алексей Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот если для многих горожан новогодние каникулы – это праздник, то, наверное, для сотрудников полиции это все же трудовые будни. Как будут работать правоохранительные органы в январские праздничные дни? Все январские праздничные дни, конечно, для сотрудников правоохранительных органов, праздничные дни для нас, конечно, будут буднями. На сегодняшний момент нами подготовлена расстановка сил личного состава, который будет нести службу, естественно, в усиленном варианте. На все мероприятия, начиная, ну, в принципе, они у нас уже начались, так скажем, предновогодние мероприятия в ряде образовательных учреждений, учреждений культуры, они уже начались. И сотрудники полиции, и пожарной охраны, они, в принципе, к охране общественного порядка, к исполнению своих обязанностей уже приступили в полном объеме. Ну, все мероприятия у нас, так скажем, продлятся фактически для нас, для правоохранительных органов, можно сказать, по 20 января включительно. Поэтому примерно по этот период времени мы будем службу нести в усиленном варианте. — Алексей Анатольевич, то есть это традиционно, что привлекаются другие структуры к охране общественного порядка? Отработанная практика? — В принципе, это и традиционно, и практика эта налажена годами. Ну, на сегодняшний день мы уже, можно сказать, пошли дальше. То есть сейчас широко применяется к охране общественного порядка частная охранная организация. Значит, мы наладили взаимодействие и контакт с войсковой частью 3280. И, в общем-то, понимание есть, и все указанные структуры будут принимать достаточно активное участие.